Всем привет! Вы смотрите канал Курага. Вы давно просили снять ром-тур и поэтому сегодня я вам покажу свою квартиру. Давайте выйдем на две минуты. У меня была очень сложная история переезда. У моей мамы была двухкомнатная квартира на Щелковской, то есть прямо возле МКАДа. Она ее продала и на эти деньги купила две однокомнатные квартиры в Домодедово. Да, вот собственно моя обитель. Вот эта стена еще белая, но на ней будут потом такие кирпичики. А сейчас меня тут пока оставляют люди автографы. Вот Луна, Ронетки естественно, Король Суд. То есть мы остались без жилья, потому что дом еще был не сдан и мы снимали квартиру двухкомнатную на Коломенской, жили вместе с мамой. То есть я, муж, потом родился ребенок, моя мама, собака, кошка. Ну короче это был ад. Вот это я Марку рисовала елочку, а вот это он пытался повторить. Во-первых, я в принципе считаю, что нельзя жить с родителями. И за эти полгода, что я жила с мамой, я думала, мы пересобачимся, перекусаемся. Но зато был большой плюс, что она мне помогала с ребенком. Бетонный потолок. Слушай, классно, у тебя люстра, Жень. А да, кстати, люстра, да, это хит-хит сезона, ребята. А это типа наша кладовка. Потом когда-то здесь будут куча полочек, вешалочек, сейчас пока просто все навалено. Владильник мы покупали поддержанный, то есть, ну вы понимаете, Минск-15, да, это просто ад. Видите, вот это мой шкафчик, да, аккуратненько, лифчики сложены, трусики там, каждый трусик в своем отделении. Полки мужа. Ну то есть вот так. А то так и оставь. В общем, поэтому как только дом сдали, мы переезжали сюда просто в голые стены. Просто чтобы уже жить нормально с своими семьями, чтобы мама строила свою жизнь, а мы свою. Постелили пол, ламинат с плиткой, поставили унитаз с ванной, купили кухонку в Лерой Мерлен за 5000 рублей. И все, и так жили. Да, это балкон, сейчас это наша курилка. Тут же стоят куча ненужных вещей, типа детских, там детское автокресло, детский стульчик, сломанная коляска, которую муж пытается починить уже месяц. Естественно, он говорит, что починить ее невозможно. Но я зайду в строительный, куплю там болтик маленький. Женя, где окно? Ну, стены. Ну, зачем ты стекло? Зачем ты стекло? Что проведаем, если я что-то курю. Смотрите, из чего сделан стульчик. Там кусок столешницы, а это у нас бетон там какой-то. У нас были бетонные стены, бетонный потолок, собственно, до сих пор у нас еще зияет. Не было ничего, ни стола где кушать, то есть кушали просто на коленках Раковина из какой-то ужасной стали, которая постоянно протекала, все это капало Я минимум 5 раз в неделю собирала огромную лужу на кухне Да, это моя черри, черри на своем лежаке Привет, сумасшедшая собака Кто съел тортик? Я не ел тортик Кто съел тортик? Я не ел тортик У нас однокомнатная квартира, была большая кухня и большая комната И мы решили все переделать и кухню вывели в комнату И у нас получилась как бы студия и отдельная детская Поэтому я сейчас могу нормально записать это видео, потому что ребенок спит в другой комнате И это главное Знаете, что-то сломается в квартире, просишь мужа, сделай, 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 сделай Два месяца прошу уже, ну не два, месяц Да, да, сейчас сделаю Потом он делает вид, что он что-то чинит В итоге говорит, что это починить невозможно Я психанулась, все достала, думаю, сейчас типа вечером сама все починю за 3 минуты Пока он там говорит, что все это Изначально планировалось, что мы в течение года доделаем ремонт Сделаем раковину, мой додыр в ванне Сделаем темнушку Потолок натянем, окна поменяем, балкон застеклим Моя ванна Ванну тоже долго подбирали, хотели, чтобы там была черно-белая Как это замечательно, я люблю Мы клали плитку, у нас не хватило белой плитки, прям буквально несколько штук Мы сделали типа шахматным порядком Аля так и надо, но на самом деле просто не хватило плитки У меня с моим мужем не получается накопить вообще ни копейки И максимум, что мы сделали, это купили кухню и купили диван То есть все, больше мы не сделали ничего Ну, обои поклеили, но вы сами знаете, что обои стоят копейки Я постоянно прошу его экономить Постоянно просто покупать только самое жизненно необходимое Еда, там, не знаю, средства для мытья посуды И тратить деньги на проезд Все, больше ничего не нужно Но он постоянно купит то там часики, то ремешок новый То там, не знаю, новую какую-то шмотку То какую-то доску разделочную, 125-ю, которая вообще не нужна И вот понимаете, там 100 рублей, там здесь 300, там 1000 И вот как бы деньги все и уходят И был момент, когда я ему сказала, что все, давай я забираю тебе все деньги Всю зарплату, я забираю тебе банковскую карту, чтобы ты не смел ей нигде расплачиваться Я все это сделала, и потом поняла, что он расплачивается с помощью телефона Знаете, вот эта новая тема PayPal То есть, все карты у меня, он такой, типа, весь хороший Я тебе все отдала, сам хоть с телефона расплачивается А еще вот мой органайзер Видите, джинсовый красивый, это я сама шила Типа старые джинсы, отрезаешь штанину, ее там снизу подшиваешь аккуратненько И вот тебе органайзер Причем, типа, кошка у меня постоянно мстит за что-то И сыт на коврик в ванне И поэтому у меня огромное количество ковриков Я постоянно покупаю новые, чтобы постоянно их менять Нет, я не доделаю здесь ремонт никогда Потому что у меня растет ребенок, и я разрешаю ему рвать обои И разрешаю это делать собаке Потому что ей, в принципе, не объяснить, что этого делать не надо Я разрешаю ему везде рисовать Кстати, за собакой у нас еще сдулся ламинат на полкомнаты Потому что она ее зассала просто Поэтому я думаю, года через два, когда ребенок подрастет И уже будет понимать, что на обоих рисовать не нужно Надо будет делать ремонт заново И тогда я уже надеюсь, что я его используюсь услугами дизайнеров Которые помогут мне разграничить комнату Чтобы она была как-то, ну, отдельно от кухни В общем, надо все доводить до ума А пока живем, как бы так Без потолка Вы знаете, я уже так привыкла, что мне кажется, потолок в принципе людям не нужен А ракон это и подавно Вот это вот тоже собака Типа подарок от собаки Пипец же, я бы убила на самом деле А, вот эта дверь у нас красивая очень Видите, здесь пена торчит А внизу она аккуратненько спилена Это Марк ее выковырил Собачий скормлю, кстати Но самое, кстати, страшное, что у нас нет стиральной машины По сей день Хорошо, что моя мама живет в соседнем подъезде И там раз в пару дней я Вечером, когда все спят, беру огромную сумку Из-за шана и тащу ей грязные вещи А потом забираю обратно Зато она все гладит, и мне не приходится тратить на это время С этой сумкой ты идешь к маме Да, да, да Господи, ну ничего такого страшного не валяется Не знаю, сколько мы должны были получать Чтобы я еще жила нормально И при этом еще и квартиру купила И машину бы еще купила Но гораздо больше я должна была получать Несмотря на то, что наше начальство утверждает Что мы получали огромные деньги Нет, это не так Вот, вот это все мы читаем каждый день Мы все это перечитываем раза по три Всю эту стопку каждый день Всю эту стопку Каждый боже день Сколько я сейчас зарабатываю? В прошлом месяце заработала 6 тысяч рублей Но на самом деле у меня нормально зарабатывает муж То есть я уверена в том, что мы могли бы потянуть ремонт Но, блядь, не можем Никак Гитары Гитарки, да Вот эту, ты говоришь, я покупала в Испании Я туда приехала У меня с собой было 600 долларов 600 евро Ну это еще было в другие времена Другой курс И во второй день своего пребывания в Испании Я зашла в музыкальный магазин Увидела эту гитару Она стоила 500 евро Я подумала, что черт с ним Я покупаю гитару И в итоге потом еще неделю жила на 100 евро Кстати, нормально отдыхал Хотела сделать из комнаты детскую Прям такую творческую комнату То есть я специально не заклеила обоями кусок стены Потому что хотела закрасить его магнитно-маркерной краской Но, блин, это тоже стоит денег, которых у меня нет Моя зарплата в 6 тысяч рублей в месяц Я, естественно, не могу себе позволить эту краску Поэтому я тут вчера была в Леруа Мерлене И купила обои Обои такие, типа там рисуночки Я потом покажу Которых можно как раз раскрашивать Я пока нет этой краски Просто залюблю этот кусок другими обоями Которые можно интересно разрисовывать Можно разрисовывать Ой, слушай, прикольно Будет рисовать Прикольно Отсюда я сейчас вынесу пианино И сюда наклею эту красивую обои И Марк будет на ней рисовать Художество на обоях Да-да, вот еще под батареей, видишь там Нет обоих Я очень хочу у него в комнате у ребенка сделать низкие полки Куда будут складываться книги, чтобы он все мог доставать сам То есть это будет такая комната низкая Где все будет не выше моего пупка Чтобы ребенок мог все делать сам Все, вообще, чтобы я не притрагивалась больше ни к чему Вот это не подумайте Это типа не развалюха Не просто так Убрали эти рейки, чтобы Марк ночью Ой, утром, когда просыпается Мог сам вылезать из кроватки Но он, блин, такой воспитанный, что сам он не вылезает Ждет меня А в большой комнате, да у меня, честно говоря, нет никаких идей Мне все хочется, все хочется Но нет у меня мозгов, чтобы это воплотить в жизнь Поэтому я вот и говорю, что я очень хочу в дальнейшем воспользоваться услугами дизайнера Самое главное городской квартиры – это кухня Мы столько страдали, чтобы установить ее красиво Выбирали там полгода, там все это рисовали, перерисовывали Мой любимый духовой скаф Я громче всех орала, что мне не нужна посудомоечная машина Но когда мне ее поставили, я не представляю просто, как я жила раньше без нее Поскольку ребенок в квартире, и он лазит по всем шкафам Все самое основное лежит на кухне высоко То есть чистящие средства, всякие цвета, аптечки Чтобы не сожжало Потому что у меня уже было такое, когда он попробовал стиральный пирожок Я тут вызывала скорую, там была в ужасе У него были огромные опухшие губы, потому что, естественно, ожог Короче, очень страшно Короче, на самом деле, все упирается в деньги Все Счастье в деньгах Вот дурак тот, кто говорит, что у него в деньгах счастье Это какие-то романтики 14-летние, честное слово Купила горшок, вот буду пересаживать Вот это мужское счастье, называется, ну, типа, в простонародье Причем мужское счастье у меня цветет нормально А женское счастье, там, в детской комнате, потом покажу, оно вообще не цветет Нет у меня женского счастья Я поначалу очень боялась, что, допустим, придет ко мне, там, медсестра из школы Ой, из школы, из больницы Врача вызову А он зайдет, увидит, что у меня тут бетонные стены, бетонный потолок Вызовет соцслужбу, которая скажет, что ребенок живет, типа, в утратительных условиях И у меня его заберу Я реально этого переживала, поэтому, когда я приехала сюда Первым делом я поклеила обои, там, буквально через две недели Чтобы был хоть какой-то вид А самое отвратительное, что пока обоев не было Ребенок тогда мог подползать и, типа, пытался отгрызать штукатурку и сжать ее И он был постоянно, я у него изо рта выковырила штукатурку Там, кусочки какие-то, камни, еще что-то Это было постоянно А в итоге, естественно, я вызвала врача Когда у меня уже были обои И, на самом деле, никто даже внимания не обратил на этот потолок Но, типа, главное, что чисто и все Женя, как ты это тихо пишешь, я не понимаю Кидай собаке мяч вар Череп лови Все, если вы только что сделали свежий, красивый ремонт И вам так все нравится Никогда не заводите собаку Эта собака погрызла мое пианино любимое Диван разгрызла Засала все настолько, что у меня вздулся ламинат Она отдирает обои, она грызет стены Короче, она убийца ремонта Убийца хороших квартир Она пожрала все мои цветы красивые У меня были горшочков, цветочки Все сведено Она и ребенок, а не на пару Ребенок видит, что она раздирает обои И начинает, типа, ооо, как весело Обдирает за ней след Она видит, что он уже цветы клюв Он пошел дальше листики обрывать А я только сижу на это смотрю и думаю Собака бегает, Марк ползает Блин, ну вообще, нормально все Ну что, вы понимали, как у меня весит Пойдем, поиграем Зачем ты это делаешь? Фу! Мое пианино Кипец, я бы уже убила, Жень Как это так, я не знаю Он не разгрызет, ну все А я уже привыкла Меня не пугает отсутствие ремонта Да, мне хочется жить красиво Да Но раз нет пока такой возможности Я буду к ней стремиться Но не буду обращать внимание на то, что у меня там Нет потолка Все фигня Тут раньше лежал коврик голубенький Прям под цветом боев Ну, у него длинный ворс И вы не представляете, сколько там скапливалось всякого говна, крошек Я через день это все выбивала Но это было невозможно И поэтому я купила такой коврик, который можно легко губочкой помыть Я хочу именно сама зарабатывать деньги Чтобы сама делать ремонт Потому что на деньги мужа мы будем жить Так что ты делаешь? Да, и вот каждый день просто В течение дня у меня постоянные оры Черри, Хели, Марк, Черри, Хели, Марк Когда у меня мама приходит сюда, она через 15 минут уже готова выть, орать Типа, и по стенам бегать А я ничего, нормально Короче, я не буду уже мужу говорить о том, что Хватит тратить, делай ремонт Я лучше просто буду молчать Типа, прожрать его деньги сама А на своей буду делать ремонтик У меня тут просто тачка появилась, понимаете И вот эти 6 тысяч рублей, которые я заработала Я бы могла уже как бы сберечь Но мне тут надо типа масло поменять Там, ручник подтянуть Еще какую-то херь там сделать И как бы... Как вы уже заметили, у меня в доме живет лысая кошка И как бы особенность этой породы в том, что она очень сильно потеет Потеет прямо конкретно Вот этот диван, это мой старый диван И на нем спала там в подростковом возрасте Я, в принципе, готова вытянуть хоть сейчас Но периодически бывает такое, что если нам Марк заболел То он не может спать один Я сплю с ним в комнате Остальное время диван сложен Под покрывало залезает кошка Да ладно Это потеет киска То есть никто ничего не проливал Матрас был абсолютно чистый всю жизнь Пока не стала здесь спать кошка Охренеть Да Если бы не было родителей И не было бы мужа 6 тысяч рублей И ребенок Да, я бы, наверное, вздернулась бы уже давно Ну как-то Или бы... Я бы просто на самом деле больше работала Не выпендривалась не искала себе творческую работу, а просто пошла бы, грубо говоря, на завод и фигачила бы там. Получала бы не 6 тысяч рублей, а 16. Купили у Росмен-сдательства Baby Club, развиваем пространственное мышление, там еще учимся читать, учимся писать. В общем, сейчас этим занимаемся активно. Марк уже даже, хотя на 2-3 года, но он уже что-то там где-то шарит. Я в декретном отпуске, это логично. Нужно просто немного переждать, подготовить сына к детскому саду и идти дальше, сворачивать горы. Было бы здоровье, как говорится. Марк! Ну вот как-то так, так и живем. Постоянно кто-то орет, визжит, пищит игрушками. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Нам очень приятно, что вы с нами. И пишите в комментариях свои идеи. Может быть, вы знаете, как разграничить кухню и спальное место. Может быть, какие крутые идеи для детских комнат. Как я сказала, у меня уже голова в этом направлении, честно говоря, не варит. Так что, может быть, я как раз подчеркну идеи от ваших предложений. Это был канал Курага. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok